добрый день с вами художественная школа империя пикчер и сегодня я покажу вам как нарисовать дерево простым карандашом если вас интересует данная тема то внизу в описании вы найдете ссылку на онлайн-курс как нарисовать дерево ну что давайте начнем нам понадобится простой карандаш ластик и белый лист бумаги в основном всегда у детей возникают сложности в рисовании деревьев простым карандашом и так для начала нам с вами слегка нужно наметить полностью все дерево или это называется общая масса нашего рисунка или нашего дерева после чего мы дереву пририсовываем ствол далее нам необходимо нашу массу разделить на части если вы посмотрите внимательно на дерево в натуре то есть в природе да то вы увидите что его ветки объединены объединены общей массой то есть есть определенная последовательность на нашем дереве вот у нас уже есть с вами четыре общие массы после того как мы эти массы обозначили мы начинаем их потихоньку заштриховывать начинаем мы с левой стала стороны то есть левую часть прям растушевочным таким штрихом здесь нам кстати не важно направление то есть вы можете выбрать любое направление главное именно техника то есть текстура штриховки она должна быть такая рыхлая и так наше дерево разделено на 4 массы первую массу которая находится у нас слева и она такая довольно таки вытянутая мы полностью всю заштриховываем это будет тень дерева сейчас мы перешли на верхнюю массу дерева и заштриховываем пока только тень каждая масса дерева то есть каждый вот этот кусок является общим объемом то есть как один объект и у этого объекта должен быть свет сверху и должна быть тень вот собственно каждый вот этот кусочек каждую массу каждую часть дерева мы так и заштриховываем обратите внимание верхней я уже примерно сделала то есть у нас есть сверху свет а снизу на этом кусочке я заштриховываю тень направление я в основном даю одно то есть по диагонали сильно так скажем не перекрещивая наши штрихи после того как мы с вами обозначили 4 общие массы и слегка проштриховали их в тенях мы начинаем прорисовку нам необходимо уточнить детальки сделать более такую знаете хаотичный так скажем крону где-то выступает где-то она выпуклая то есть найти как можно больше вот таких вот всяких нюансов всяких деталек листву и усилить тени вот сейчас я за счет тени обхожу нижнюю правую массу дерева то есть ее вот эту вот большую часть тем самым приподнимая ее вверх и создавая тень под ней то есть таким образом она становится объемные переходим на левую массу и на ней же начинаем также затемнять тени также прорабатываем край делаем его более таким художественным более четким и немного подчищаем контур то есть убираем те линии которые мы изначально использовали для того чтобы наметить наше дерево и подрисовываем уже такие более характерные нашему дереву линию она идет такая где-то обрывается где-то закругляется то есть небрежная такая но красивая линия продолжаем затемнять делаем тени на левой стороне то есть на левой массе нашего дерева обратите внимание я ее тоже сделала что снизу она темнее сверху светлее но в общей в общей массе она находится у нас за вот этими передними частями и поэтому она более темная переходим к третьей части также усиливаем на ней тень проходим аккуратненько край делаем его везде красивым после чего переходим на ствол и заштриховываем наш ствол ствол заштриховывать и также рыхлой штриховочкой то есть сильно тут выделять не нужно прорисовываем веточки единственное по краям ствол у нас будет всегда чуть-чуть темнее чем по центру таким образом у нас появляется объем на стволе также можно поработать немножечко с текстурой ствола и где-то добавить такие знаете штрихи по типу коры немножко добавляем веток в самом дереве то есть дерево у нас всегда прозрачное и веточки мы всегда сквозь него видим до бывают такие деревья очень плотную что не всегда видны ветки но чаще всего ветки просматриваются после чего ствол обязательно нужно посадить в дерево обозначьте землю и закройте ствол небольшой такой травкой потому что дерево у нас в бетоне не растет она всегда растет где-то в траве и таким образом она будет смотреться более естественно ну что вот собственно и все такое дерево у нас получилось быстро просто но и теперь вы понимаете как рисовать давайте поставить на лайк интереса данная матика то напоминаю что внизу в описании вы найдете ссылку на онлайн курс там я даю обратную связь по вашим работам но я прощаюсь с вами до свидания друзья до новых встреч рисуйте вместе с нашими подписчиками но я с вами прощаюсь до свидания друзья до новых встреч рисуйте вместе с нами